Всем привет, меня зовут Газалян Сивак, я родился в Ереване и с трёх лет уже живу в Москве, мне 27. Врач-стоматолог, пришёл испытать себя на детектор правды, очень хочу выиграть, если, конечно, у меня это получится. Собираюсь создать семью и, соответственно, миллион потрачу я на ипотеку. В эфире восьмой сезон шоу «Детектор правды». На Радио Эннджи это психологическое реалити-шоу, где участники говорят самую горькую правду в надежде почувствовать сладкий вкус победы. А вот и правило, чтобы выиграть миллион рублей, нужно ответить честно на максимальное количество наших вопросов и стать самим правдивым участником игры. Нашего сегодняшнего участника зовут Сивак Газалян. Он родился в Ереване, в возрасте трёх лет с родителями переехал в Москву и сейчас живёт вместе со своей большой семьёй в одной квартире. Сивак работает стоматологом, увлекается игрой на флейте и битбоксом и помолвлен с Анной, с которой они знакомы полтора года. Привет! Привет-привет! Я слышал слово битбокс? Да. Всё, это для него как крючок. Сейчас, наверное, начнётся какое-то шоу. Типа так, да? А как ты здоровая сейчас через битбокс? Битбокс? Да. Ещё так не здоровался пока. Ну попробуй. Привет! Привет! Прикольно! Ты, наверное, так, девчонок, да, Клещ? Так с невестой со своей познакомился. Почти. Ты танцуешь голым перед зеркалом? Бывало, да. Правда. Ой, ребят, вы должны это видеть. Прямая трансляция в Инстаграме Energy Russia. Посмотрите, как выглядит Сивак. И я тебе должна признаться, ты самый необычный человек, которого можно себе представить танцующим перед зеркалом. Я даже не представляю, под какой песней. I'm sexy and I know it. Почему бы нет? Ну и дальше мы узнаем... Под свой битбокс? А, под свой битбокс? Ты передразниваешь человека, когда он отвернулся? Да. Правда. А потом удивляемся, почему мы не любим зубных врачей. То есть, значит, я отвернулась, чтобы выплюнуть воду, а ты меня передразниваешь в этот момент. Или, например... Мне больно, мне больно, мне больно, мне больно, мне больно. Ребятки, вы что? Это в детстве мы все делали. А следующий вопрос. Скажи, Сивак, ты тайно пользовался чужой зубной щеткой или бритвой? Да. Ну, в инстаграме начали бы кричать, ты же мать, а тебе нужно говорить, ты же стоматолог, ты же врач. У тебя были пациенты, которым у тебя возникала физическая неприязнь? Да. Правда. Как бывает, человек приходит, а как только рот открывает, он уже не крутой, да, или как? Нет, как бы по состоянию полости рта, то есть, не возникает какое-то отвращение, потому что привык. А скорее отношение пациента ко мне, то есть, как он со мной вежливо разговаривает, грубо разговаривает, вот в таком плане. То есть, хамство может тебя разозлить. Если пациент капризный, ты нервничаешь, когда его лечишь? Да. Правда. Слушайте, поход на прием к врачу, это нужно думать, как не разозлить врача, как сделать так, чтобы он нормально меня вылечил, как сделать так, чтобы он не нервничал. Как человеку нормально относиться надо, я просто знаю людей, которые действительно храмят, и поэтому и получают. Сивак, ты хороший врач? Такой вопрос немножко. Так, как чувствуешь, так отвечай, да или нет, хороший ли ты врач? Как к себе относишься? Ну, мы тут уже кое-что узнали про тебя. Да. Все-таки жалобы на твою работу поступали, ты же наверняка это тоже прочувствуешь через себя, чувство вины тебя беспокоит. Тем более, любой хороший врач всегда самокритичен, это нормально. На работе ты сплетничаешь о своих коллегах за их спиной? Да. Правда. Ну, ты производишь впечатление такого взрослого, серьезного мужчины, которому вот эти вот все сплетни не нужны, правда? Что там сплетничать-то? Все сплетничают, не получается уши закрывать и как бы тоже не вникать в процесс, так скажем. Даже не сплетничать, обсуждаем. Ты нарушаешь профессиональную этику, рассказывая другим коллегам или знакомых о своих пациентах? Ну, да, наверное, да. Волнение пошло, я бы сочувствовал. Не понимаю. Зачем ты на себя наговорил? Ну, конечно, ты же давал клятву Гиппократа. Скажи, ты что-нибудь украл на работе? Да. Правда. Ты так занервничал, что есть ощущение, что ты что-то серьезное вспомнил. Что это было? Нет, просто я занервничал, потому что хотел понять, является ли это кражей или нет, вот в этом плане. Забрал зубик у зубной феи. Пусть желание исполнится маню. То есть одноразовая щетка, там, паста, вот в таком плане. То есть, да, не сказал, что взял, но взял. Ну, вот оно того стоило, чтобы сейчас вся страна узнала о том, что ты воровал на работе. Ну, ладно, кроме сложных вопросов, у нас для тебя что-то приятное. А есть от Радиоэнерги и спонсора ООО «Токеда Фарма-Сьютиклс» за свой правдивый ответ на «Красный вопрос» ты получаешь электронный подарочный сертификат на покупку в магазине косметики. Спонсор ООО «Токеда Фарма-Сьютиклс» представляет спрей от насморка «Ксимилин Эко» в красной упаковке с эффективной системой распыления. «Ксимилин Эко» начинает действовать уже через две минуты. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Ты устал от большого количества народа в доме? Да. Правда. Бро, я в твою поддержку скажу, что я тоже из очень большой семьи. Там 12 детей, я самый старший, там целая футболная команда. Но в этом тоже есть плюс, то есть никогда не бывает скучно. Скажи. Да, скучно не бывает, но, конечно, от этого тоже устаешь. Ну, не просто тебе живется, конечно, в такой обстановке. Твоя мама готовит вкуснее, чем твоя невеста, Анна? Да. Правда. Попробуй маму обижать, да? Не просто будет от мамы съехать к тебе, будешь, наверное, бегать к ней. А что за самая вкусная мама готовит? Ну, в основном это какие-то армянские блюда. Но в целом у нее все хорошо получается. Разрешишь своим родителям воспитывать своих детей? Как непросто вопросы о семье тебе даются. Но семья имеет большое влияние здесь. Конечно. Тем более все вместе живете, да? Просто тут еще такой момент. Сивак, разрешишь ли ты своим родителям воспитывать, учить своих детей? Нужно принять решение. Да или нет, Сивак? Наверное, нет. Нет? Нет. Нет. Окей. Правда? Вау. Поясни, что ты имеешь в виду? Имею в виду, что постоянно воспитывать я бы не хотел, потому что я немножко по-другому хочу воспитать своих детей. Вот так скажу. Скажи, Сивак, снимал ли ты на видео свои сексуальные эксперименты? Да. Правда? Давайте аккуратно спросим у Ани. Ты знала об этом? Ты играла главную роль? Очень аккуратно. Да. А, ну тогда все нормально. Тогда все нормально. Тогда можно следующий вопрос задавать. В каком видео у них есть свой? Что тут такого-то? Скажи, Сивак, грудь твоей бывшей девушки нравилась тебе больше, чем грудь нынешней? Есть. Да. Правда? Ань, скажи, а ты сама знаешь что-то о бывшей девушке Сивака? Бывшей? Да. Заходишь на ее странички в соцсетях, может? Раньше да, но сейчас не здесь. Молодец. Но ему 27 лет, то есть сама же понимаешь, что у него были отношения до тебя, поэтому я надеюсь, ты особо не зацикливаешься. Ты считаешь, что Анна слишком откровенно флиртует с другими мужчинами в твоем присутствии? Нет. Вообще нет. Правда? А, ну, главное правдивое. Все идет хорошо. Следующий вопрос. Скажи, а ты закатывал Анне сцены ревности? Да. Правда. Правда. А если не секрет? Где логика? Она же скромняшка. Поначалу такое было. Ты допускаешь мысль о том, что у тебя будет любовница, пока ты в браке с Анной? Вообще не допускаю. То есть нет? Нет. Правда? Аня улыбается. Вы посмотрите, какая хорошенькая. Аня, никакой любовницы он не предполагает, так что ты у него одна. Но сейчас мы узнаем еще одну важную вещь. Скажи, Сивак, ты любишь свою невесту Анну? Да. Правда? Вау. Хоть бы хэппи-энд. Мы так на это надеялись. Я правильно понял, что вы общались полтора года в соцсети? Нет, мы полгода общались в соцсети, и потом только я ее увидел. А, я понял. Увидел и влюбился. Аня, ты такая счастливая. Поздравляю вас вообще. Спасибо. Сегодня Сивак Газалян ответил на 25 вопросов и на 21. Из них он ответил правдиво. С таким счетом мы завершаем этот раунд. Субтитры сделал DimaTorzok